Контакты на низовом, скажем, уровне, на военном, на дипломатическом, на политическом даже отчасти, на бизнес уровне, они сейчас гораздо важнее, чем взаимоотношения президентов. Потому что президенты, как показывает последнее время, часто ругаются на показ. И это является такой мейнстримом в нынешней международной политике. Причем ругаются смачно, не стесняясь иногда в выражениях, давая оценки, чего раньше не наблюдалось. Я, кстати, не имею в виду нашего президента, который довольно сдержан в оценках и практически никогда не ругается. Я имею в виду знаменитого Франсуа Ланда, я имею в виду Дональда Трампа и так далее. Политиков, которые эксплуатируют такой образ действия. С ними выстраивать отношения, это означает вступить в диалог с человеком, который заранее заряжен на конфликт, и который будет использовать твое желание вступить с ним в диалог, интерпретируя это как слабость. И это совершенно очевидно стало понятно в последнее время в ходе состоявшихся переговоров. Волшебным образом многие должностные лица администрации президента Дональда Трампа, от которых ожидали более мягкого отношения к России, хотя бы стремления к диалогу, они просто в корне изменили свою манеру поведения. И это объяснимо. Мы это понимаем, потому что, в принципе, эти люди попали в очень сложные политические условия у себя внутри страны. И им необходимо говорить, ретранслировать то, что они говорили и ретранслировали. Что касается нынешнего визита Рекса Тилерсона, то я бы сказал, что здесь не совсем важно, что обсуждали, а важно, как обсуждали. Во-первых, Рекс Тилерсон заранее объявил о том, что он приедет и предъявит ультиматум. Что было весьма странно, потому что ультиматум предъявляют, а не анонсируют. Это раз. Второе. Уже стало понятно, что ни о каком принятии этого ультиматума, либо его непринятии, уже речи не идет, потому что это, простите, детский сад. Что, собственно, и подтвердило вход встречи с Сергеем Лавровым. Сергей Викторович оказался очень подготовленным. Традиционно, в общем, он очень подготовлен. Но на этот раз особенно подготовленным. И для меня показалось весьма странным, что Рекс Тилерсон по существу не ответил ни на один поставленный вопрос. Он либо говорил то, что он говорил до этого, либо просто уходил от ответа. Что лишний раз показывает следующее и иллюстрирует. Американская политика зашла в тупик. Дело в том, что даже сами американцы, на мой взгляд, я имею в виду Госдеп, я имею в виду не Пентагон, конечно, а вот Стеблишмент и политиков, они были несколько ошеломлены стремительным решением Дональда Трампа, которое явно готовилось с помощью Пентагона и спецслужб, атаковать сирийскую базу. Но у администрации Дональда Трампа были свои резоны. И я глубоко убежден, что эта атака не направлена на Россию, хотя выглядит как атака на Россию. Она направлена для выстраивания, и она, собственно, сделана для выстраивания особых, я уже не знаю, чем это закончится, но особых отношений с Китаем. Зачем-то Дональд Трамп и его команда решили показать, что называется, мускулинность китайцам, причем в оскорбительной для них форме. И я боюсь, что в ближайшее время как раз российская сторона американской политики, российский вектор американской политики не будет главным. Основным определяющим будет китайский вектор. И как будут реагировать китайцы на все это великолепие, которое потом продемонстрировал Дональд Трамп, развернув авианосец и очень сильно усугубив конфликт вокруг корейского полуострова. Полагаю, что эта ситуация еще требует осмысления, но что хорошо для России, то что американский визит Рексит Лиджесона показал, как это ни странно, Украина, отчасти даже Сирия, Россия в том числе, немного выходит из актуальной повестки Дня Вашингтона. Для нас это не должно быть чем-то таким негативным и ужасным, потому что у нас появляется возможность наблюдать со стороны за тем, как будут развиваться бурные отношения между КНР и США. И я думаю, что в конце концов мы свое возьмем. Субтитры создавал DimaTorzok